В последнее время выходит всё больше игр, длительностью в 50 часов и больше. Я уже не говорю про игры-сервисы, которые скидают всё ваше свободное время. Но в сутках не так много часов. Как бы мы не хотели играть весь день, нужно заниматься и другими делами. Представляем вам 10 одиночных игр, на которые стоит потратить 10 часов. А если вы хотите приобрести новинки или классику из игрового мира PlayStation, то вам к моим друзьям из gameswim.ru. Ребята выделяются сумасшедшими низкими ценами на игры, поддержкой которой готова не просто помочь с настройкой игры или аккаунта. Они даже могут помочь вам сварить гречу или починить розетку. Сейчас скидки на множество ААА-тайтлов, поэтому не забудьте что-то себе прикупить. Отзывы вы можете почитать в группе ВК. К тому же, за регистрацию по ссылке в описании вы получаете 300 бонусных рублей, которые можете потратить на любую покупку. Также после регистрации начинает работать кэшбэк-система, и в зависимости от количества товаров в корзине вы получаете 5, 6 или 7% назад. То есть игры будут выходить ещё дешевле. Честно, я считаю, что лучше и надёжнее Gameswim сейчас не найти магазина, где можно покупать игры для PlayStation. Номер 10. Ремейк Dead Space. Примерно 12 часов. Сюрвайвл хоррора отлично подходит для коротких прохождений. От хорроров устаёшь, если их растягивать, потому что со временем понимаешь, как выживать в разных ситуациях. Поэтому ремейк Dead Space так хорош. За 12 часов вы успеете достаточно понять игру. Есть люди, которые проходят игру быстрее, чем за 10 часов, и есть те, кто проходит игру больше, чем за 12 часов. Мы здесь взяли среднее значение с сайта How Long To Beat, и оно достаточно точно, если вы проходите игру в первый раз. Но ремейк Dead Space — это приключение на 10-12 часов. Вы играете за инженера Айзека Кларка, отправленного на горнодобывающий корабль Ишимура. Это корабль класса «Планетарный потрошитель», способный разбирать планеты на ресурсы. По всей видимости, Ишимура оказался заброшен. Конечно же, самое безумие начинается, когда на вас внезапно выпрыгивают мерзкие монстры, называемые некроморфами. Оригинальная игра была очень хорошей, но ремейк получился ещё лучше. Поскольку это переиздание, в игре не изменили ничего фундаментального, но зато смогли подчеркнуть основные элементы, сделав игру лоуч-оригинала. Большинство изменений довольно незначительные, но очень заметные. Например, корабль Ишимура теперь состоит не из разных уровней, а полностью соединён между собой, что очень приятно. Игра не такая долгая, но сделана очень насыщенно. Подходящая продолжительность. Номер 9. Super Mario Wonder. Примерно 9 часов. Немного резкий переход с Dead Space получился. Единственное, что эти игры может связывать, это их длительность, примерно в 10 часов, хотя Mario Wonder чуть короче. Новая серия Super Mario Bros. изначально планировалась как возврат к прошлому, но в этом плане у них получалось не очень. Словно они просто двигались по накатанной. И тогда появился анонс Super Mario Wonder, который стал настоящим заявлением и глотком свежего воздуха. Они услышали жалобы игроков на серию и основательно подошли к исправлению своих ошибок. Super Mario Wonder получился очень классным, потому что игра постоянно вас удивляет с самого первого уровня, раскрывая разные безумные штуки вроде движущихся труп или поющих растений-пираний. И такая непредсказуемость сохраняется до самого конца, подрывая ваши ожидания от игры Mario. Казалось бы, у них должны были закончиться идеи, но тут постоянно происходит что-то новое. Большинство уровней представляют вам новые механики или врагов, а потом еще и используют их позднее на уровне, когда вы подбираете чудо-цветок. Это усиление, спрятанное где-то на уровне, которое активирует эффект чуда, изменяющий все вокруг. Даже без него это отличная игра серии, но с добавлением чудо-цветка она становится одной из лучших, значительно превосходя все ваши ожидания. Игра проходится примерно за 10 часов или чуть меньше, но это достаточно долго для игры Mario. Она просто наполнена креативом, который вам не наскучит. Номер 8. Ghostwire Tokyo. Примерно 11 часов. Невероятный гибрид хоррора в открытом мире, который на самом деле не такой страшный, но зато предостаточно странный. Действие происходит в районе Сибуя, который захватили, как ни странно, призраки. И теперь вам и вашей волшебной говорящей руке предстоит с этим разобраться. Единственным вам известным способом – магией. По сути, это шутер, только вместо пушек вы используете разные магические атаки. Если говорить про геймплей, то тут более открытый мир. Вы можете заблудиться, просто собирая различные предметы по округе. Но, честно говоря, это самое интересное в игре. Это одна из тех игр, в которую можно просадить и 30 часов при желании. Хотя я считаю, что лучше придерживаться сюжета и рассчитывать примерно на 11 часов. Не скажу, что этот действительно красивый мир неинтересно исследовать, однако сражения со временем могут вам показаться однообразными. Задания же в открытом мире, впрочем, как и в любой другой игре. Думаю, не имеет смысла о них много говорить. Но, как я и сказал, дизайн мира просто шикарен. Как и локации всех основных миссий, которые они создали, а точнее вас создали, столикой поэтической вольности, конечно же. Тем не менее, детали сделаны просто невероятно. А каждый новый призрак заставит вас немного поломать голову над тем, что он делает и как его одолеть. Нечасто встречаются игры с врагами, от которых сразу и не знаешь, чего ожидать, но по сути на этом и построена игра. Она не идеальная, но очень интересная. И пройти её за 10 часов будет в самый раз. Номер 7. Ratchet & Clank Rift Apart Это последняя игра в замечательной серии Ratchet & Clank от студии Insomniac. Этим играм присуще постоянство, редко встречаемое в игровой индустрии. Если вы играли в них на PS2, то вы уже точно знаете, что вас ждёт по механике. И вы всегда можете ожидать чего-то интересного, не говоря уже о превосходном дизайне. Вы проходите в основном линейные уровни, уничтожая врагов, используя разнообразные мультяшные фантастические пушки. Иногда приходится разгадывать головоломки, ломаете многочисленные коробки, словно это очень важно. И ещё где-то в игре вас ждёт арена. В Rift Apart постарались сделать впечатляющий эффект межпространственных перемещений и второго игрового персонажа. Однако это скорее, чтобы показать графические возможности PS5 и новую моментальную загрузку с SSD, которой почти никто другой не пользовался. Игра сделана очень знакома, но отточена до блеска. Ratchet & Clank это слаженно работающий механизм, стоящий своего времени. Номер 6 Resident Evil Village Примерно 9 с половиной часов. Это Resident Evil 4 от первого лица с довольно умным использованием того, что было в четвёртой части. Долгие годы я недоумевал, почему они не стали продолжать дело Resident Evil 4. У вас есть большая взаимосвязная локация, есть магазин, есть естественная прогрессия. В Dead Space это получилось сделать отлично, а в Resident Evil 5 и 6 даже не пытались. Но к восьмой игре в серии Capcom наконец-то вернулись и сделали всё правильно, и у них это получилось отлично. Это более короткая и насыщенная игра, чем Resident Evil 4. У вас, конечно, вид от первого лица, но локации всё равно очень детализированные. То же касается и уровней, и врагов. Всё сделано первоклассно, и игра не даёт вам заскучать. Например, сначала вы крадётесь по замку, а в следующую минуту сражаетесь с зомби-роботами на подземном заводе, или уворачиваетесь от гигантской рыбы-монстра, или подглядываете за трёхметровой пышногрудной дамой. Что... Простите. Но в игре происходит много всего. Она довольно бодрая и со множеством контента. Виллаж не такая страшная, как предыдущие части, включая седьмую, но она уж очень увлекательная. Номер пять. Mafia Definitive Edition. Примерно десять с половиной часов. Когда вы слышите о криминальных играх с открытым миром, то сразу же думаете, что они долгие, поскольку большинство из них могут растягиваться на эпические десятки часов. Но только не Mafia. Вместо перегрузки игры тонны миссий, Mafia придерживается жёстких рамок основного сюжета с главным персонажем, который рассказывает детективу о своих достижениях в Мафии. Один из величайших хитов среди криминальных игр с открытым миром, который в зависимости от вашего настроения может показаться довольно освежающим. Mafia сделана больше как фильм, нежели видеоигра. Каждая миссия так или иначе продолжает сюжет всей игры. Честно говоря, несмотря на то, что город огромный, игрой с открытым миром Мафию не назовёшь. По сути, вы просто разъезжаете с одного места в другое, двигаясь по сюжету, и помимо этого заняться почти нечем. Но выглядит мир потрясающе. Хотя история относительно короткая по сравнению с современниками игры, она всё равно остаётся одной из лучших, а обновлённое издание Definitive значительно улучшает оригинал во многих моментах помимо усовершенствованной графики. Даже сюжет становится более понятным. Стрельба здесь, конечно, не лучшая, но дизайн миссии потрясающий. Эта игра больше о сюжете и красивом мире, и это делает её отличной. И 10 с небольшим часов для неё в самый раз. Номер 4. A Plague Tale Innocence. Примерно на 11 часов. А также Plague Tale Requiem примерно на 17 часов, немного подольше. Когда вышла первая часть Plague Tale, я не придал ей большого значения. Я видел немало инди-проектов, старающихся передать опыт трипл-Ай-игр вроде The Last of Us и с треском проваливавшихся. Поэтому предположил, что это будет техническая демка за 30 долларов, которая закончится там же, где и начнётся, как и многие так называемые трипл-Ай-инди-игры того времени. Поэтому, когда я наконец добрался до игры, то был приятно удивлён тем, что на прохождение ушло около 10 часов. Это была не какая не маленькая графическая демонстрация, а полноценная игра. Пожалуй, одна из лучших в первой волне дабл-Ай-игр, которые стали появляться в последнее время. С другой стороны, игровой процесс было бы нечестно сравнивать, например, с The Last of Us. Это скорее сюжетная головоломка с небольшими элементами сражения. Тем не менее, игра действительно хорошо сделана. Тут есть разнообразное окружение, и постоянно используются различные механики, чтобы было интересно. А ещё тут есть крысы. Уорды крыс. И это выглядит невероятно круто. Сиквел игры Requiem получился тоже отличным, но уже примерно на 17 часов, поэтому немного не вписывается в сегодняшний список. Но я не мог не порекомендовать всю серию, если вам хочется немного взбудоражиться. Номер 3. Robocop Rogue City. Примерно 8,5 часов. Эта игра немного короче, однако она вышла недавно и занимает почти 10 часов. Лично у меня прохождение заняло около 10 часов, так что она здесь отлично подходит. Это довольно прямолинейная игра в стиле «Я робот-танк, уничтожающий всё на своём пути». Но насколько же она увлекательная? Она действительно стоит своих денег. Я помню, как многие жаловались на демку, что игра кажется слишком однообразной. Не оказалось. В Robocop вводят новые фичи на протяжении всего прохождения, которое составляет чуть меньше 10 часов, чего вполне достаточно. Робокоп не может уничтожить ещё больше злодеев, чтобы игра не получилась однообразной. Однако разработчики это понимали, поэтому добавили множество различных приёмов и интересных способов взаимодействия с окружением, которые можно обрушивать на преступников Детройта. К тому же на вас постоянно набрасывают новые типы врагов и дают разные небольшие задачи, чтобы вы не соскучились между сеансами уничтожения людишек и повсеместного разрушения. Это одна из таких игр, которую можно назвать идеальным штормом. Она уж точно не идеальна, но тем не менее, в целом она гораздо лучше, чем отдельные её элементы. И она очень увлекательная. Номер 2. Hi-Fi Rush. Примерно 11 часов. Microsoft анонсировали эту игру и тут же её выпустили. У них получилось что-то вроде «Мы делаем игру Hi-Fi Rush», и вы уже можете её купить. Издалека она может показаться инди-игрой на пару часов, но это не так. Если говорить об экшен-играх, то в её темпе она проходится налегке. Но Hi-Fi Rush уникальна тем, что это не просто экшен, но ещё и ритм игра. Если прожимать биты в нужный момент, вы становитесь сильнее. И поначалу этим непросто овладеть. Обучение в игре немного затянуто, из-за чего и вступление кажется долгим. Пожалуй, это единственное к чему у меня есть претензия, поскольку я довольно лестно отзывался об игре, когда она только вышла. Но как только игра даёт вам волю, начинается самое веселье. А потрясающая графика не даст вам заскучать. Некоторые катсцены анимированы почти как в фильмах, а игра в целом немного напоминает стилистику Jet Set Radio. Естественно, они используют и другие виды анимации, но эту невольно вспоминаешь. По правде говоря, по описанию это экшен-ритм игра. Казалось бы, сочетание сложное, но Hi-Fi Rush у них получился. Номер 1. Batman Arkham Asylum Примерно 11 часов Первая игра в серии про Batman от Rocksteady самая короткая. Однако она и самая разнообразная, и эти 11 часов вы проведёте очень увлекательно. Когда Arkham Asylum только вышла, она казалась настоящим чудом. Разработчики сумели создать новую, плавную и увлекательную боевую систему, благодаря которой вы чувствуете себя крутым. А ещё они сделали такой стелс, что вы ощущаете себя хищником, а не добычей. В Arkham Asylum придумали немало новых механик. Инновационные заслуги игры трудно переоценить. Её по сей день многие пытаются копировать. Но возвращаясь к игре, она по-прежнему очень увлекательная. Вас с самого начала держат в напряжении на протяжении всей лечебницы, где вы побеждаете врагов, решаете загадки, головоломки, крадётесь и многое другое. И это делает игру столь великолепной. Вы постоянно находите что-нибудь новое, меняющее игру, поэтому вам некогда терять бдительность. Это одна из лучших и самых увлекательных игр на 10 часов. Небольшой бонус. Metro 2033 9 часов и Metro Last Light 9,5 часов. Одиночные шутеры от первого лица уже почти канули в лету. Сейчас мы чаще видим огромные открытые миры вроде Far Cry'а или же короткие кампании часа на 4, привязанные к мультиплееру игры вроде Call of Duty. Именно поэтому действие третьей части Metro происходит в открытом мире, что делает её дольше. Однако первые две игры являются довольно линейными нарративными шутерами. Их действия происходят в довольно неожиданном месте, но они смогли сделать необычное окружение. Если будете выбирать между двумя, то я бы посоветовал Last Light. Отличная игра. Bomb Rush Cyberpunk Духовный наследник Jet Set Radio. Честно говоря, у них отлично получилось передать атмосферу игры, добавив разные вещи вроде боя, которого используете с самого начала и знаете про него. Может быть, он сделан не лучшим образом, но приятно иметь возможность защищаться. И бой определенно не ограничивает вас во всем остальном, что доступно в игре. Она действительно ощущается как Jet Set Radio, которое позволяло вам наслаждаться подобными футуристическими окружениями в японском стиле. Canna Bridge of Spirits Более добрый Souls-like Игра не такая долгая, но в ней есть качественные катсцены, как в фильмах и довольно сложные бои. Тут же имеет место исследование с сюжетом, как в лучших традициях Souls-ов, хотя про эту игру так сразу и не подумаешь. К тому же она совсем не такая утомительно долгая. А какие хорошие короткие игры попадались вам? Оставляйте комментарий под видео, если вам понравился выпуск, то жмите лайк, а также поддержите автора оригинала по ссылке в описании. Как всегда, спасибо за просмотр и увидимся в следующий раз. Субтитры Субтитры